Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Немножечко грустно. И вы слышите, почему? Да, на улице дождь. У нас сегодня сколько было с ребятами, планов много. Ну, то, что Виталик хотел с утра опять поехать на рыбалку, то, конечно, я не собиралась, честно говоря. Потому что у меня вот руки, это вообще коробку с этой рыбалки. Почему-то немножко как-то горло болит, не знаю. Ну, они еще спят, не спят. Я в сало пораньше надо сварить какой-то легенький суп на завтрак. И мы планировали поехать в парк мира, на Новоивановский рынок хотели поехать, на Молодежный, до парк Афганцам посвященный. Ну, вы видите дождь. Ну, я вам скажу, что ничего страшного. Спать целый день мы не будем, потому что и так очень мало времени. Ребята приехали совсем-совсем на чуть-чуть. И немножко погода меняет наши планы, но ничего страшного. Все будет хорошо. Так что я сейчас быстренько бегу на кухню. И еще надо будет... У нас остался немножечко фарш. Если еще нету видео у Виталия, то оно обязательно будет. Вы поймете, о чем я говорю. То есть нужно что-то из этого фарша приготовить. Но мы все вместе придумаем. У нас так, у нас... Что будем кушать? Вот это. Давайте будем готовить. Что вот это? Я пойду сама приготовлю. У нас нету, что я там наварила вот этого. Давайте садитесь и кушайте, потому что это я так сделала. Нет, такого у нас нету. Ну и, конечно, хотелось бы сегодня или завтра Лену Малых пригласить к себе в гости просто поговорить, просто чая попить. Потому что общение за тысячи километров, а человек живет рядом и не увидит друг друга, это я считаю, что неправильно. Так что я думаю, что обязательно приглашу Лену, чтобы она пообщалась с Виталиком, с Олечкой. Ну, это, знаете, как говорится, это нормальные люди, с которыми можно общаться и люди, которые не лезут в душу, которые не стараются что-то какую-то гадость сделать, живя по соседству. Таких очень много. Так что ну, как я в последнее время говорю, что Бог тем судья. Хотя не очень люблю, когда во время комментариев вспоминают Бога. Ну, это с хорошей стороны. Все, мои хорошие. Идемте, потому что болтать хорошо, а делать... Когда мы приехали, решили приехать на наш Новоианодский рынок, но здесь совсем нету народа, потому что утром шел дождь, дождь, дождь. И я вам хочу показать, смотрите, какие красивые желтые цветочки. Как космические такие шарики, да? Они с корнем продаются или нет? Нет. А, я думаю... Это сухоцвет. А, это сухоцвет. А, я думала... Нет, это не продается. Это просто таки красиво, в основном. Нет, ну, семенаж где-то продается. И вот девочки продают завернутые, завернутые. Прямо вот она такая высокая. То есть покупаете, видите, что покупаете. И вот калочки такие маленькие, тоже красивые. Сегодня очень мало, конечно, этих. Он, видите, кабак упал под киоском и даже вырез. Так, Саша побежал где-то. Мы сюда приехали, нам нужна сетка. Вот там, где коты под низом лазят, надо взять сетку. Витальчик, он с Олей пошли. Хочу подивиться кролев, но сегодня кролев нет. Я теперь буду разговаривать, долго переходить, вот это, знаете, украинско-полтавский. Ковар, дужу вашку. Так, сейчас, видите, они пошли, они же видели видео и думают, что там полно этих, как они называются, ну, жуйности. Сегодня дождь просто был, поэтому нет людей. Так, Итаська, я тут, я сейчас ручку спрошу, я спрошу, потому что вчера упала в воду, открутилась ручка, не проверили, и она упала в воду. И мы от Сережины удочкой открутили, надо же ей поменять. Видите, какие трубы всевозможные. Роколовка, лодка. Сейчас вот я спрошу. Купили ручку вот такую, вот тут вчера она отпала у Витасика. И он побачил, кто, давайте купим это. Кто, давай купим это. Кажется, не надо. Кто-то сигарету вам оставил. А я думала, кто-то знает. А, дивите, какая пацака здорова, смотрите. Пацака вообще, сейчас я сфотографирую с этой пацакой. Девиталка. Они пошли, и не ждут меня. С фондом так знают, хорошо базар. Смотрите, какие финские лопатки сами копают. Е-мое, посмотри, как. я смазываю такой. Почти. Ой. Хе-хе-хе-хе-хе. Какой этот. А сколько такая лопата? Это было-то сборник. Я знаю, что это. Вот видите, вот вы спрашиваете, чем снимать. Вот классная. Раз. А сколько стоит такая штучка? 350. Класс. Тоже, знаете, какие-то там веревки, булы, а то, смотри, мягенькие концы. Шикарно. Ну, у нас таких, нет урожаев, так что. Не, у нас есть. Оно похоже, знаете, на страшную медузу морскую. Так вот открывается. Так вся пошла. На мототехнику. Да, 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 это точно. Да. Это ваша рука просто немножко... Да, 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 да. Вот уже тенды, 90 гривен накрывать. Ну, мы с вами, ой, боже, мы, смотри, какая маленькая крышечка для унитазика. Господи, и две ручечки манине. Так, идемте. Сейчас скажу Саше, что он купил себе перчатки, а то вечно купит одни перчатки. Мне надо перчатки. Ух ты, на рынок поменяли. Сейчас Виталий будет сказать, что тут такое? Не, он даже не зашел туда. Ваше. Что такое? Двери поменяли, Виталий. Уже лед тронулся. Начали делать ремонты. А что, все? Да. Двери новые, это уже что-то. Ну, мы с вами здесь были. Здесь мясо продают сугубо домашнее. А куда вы идете? Вы знаете, куда вы идете? Не, а куда вы идете? То просто, и пошли, а я вас уже потеряла с близиру. то нашу, такая коробка, то коробка тебе такая не надо. Может, вам что-то надо до Тернополя купить? Это давайте. Я бачила, сейчас совсем не хочет такую тележку купить, только на двух колесах. А мне на одном. А надо на двух. Вот такую вот. Вот такая зеленая моя. Тебе зеленого колера? Да. А вот, смотрите, какая стремянка, классная, дробы на трансформер. Она может быть, как лиса, как стремянка, вообще шикарная. Она будет купить такую велосипеды. Вот мило хорошее. Бачите, який 72% відстилует все. Так, все, мы сейчас тут разъяснились по базару, не найдемо друг друга. А не, я знаю, где своего человека шукать, там, где продаются рукавицы. О, все, бачите. Ну, что, а где твои те рукавицы, которые ты кучу покупал, с одним пальцем, или с двумя? Попейте в гаражах. А что ты их не берешь? Они не пихают? Они не пихают. Они зимой, да? А вот там, ты дивишься, вот там, Саша. Мы никуда, мы купили вот ручку, ты сетку посмотрел? Ну, идем сетку подивимся, нету, надо ехать. А вот тут немало вот этих жиночек великой кончон? Нет? Вот. Кругом, где перчатки, тут наш Санюк. Море, только на нашу ширину руки немае моря. В Санюк, очень широкая рука и не подходят. Но лопатка, конечно, куча. Вот, как красавчик пошел. Так, а диви, как сокира. В масле. Как для этого. О, сетки, смотри. Санюк, а дивин. А чим ты пластмассов? Диви, когось хорошая, Саня. Просто пластмассовая сетка. Вон пластмассовая сетка. Зеленого колору, к чему там зеленый? Там я черный еще. А что, у вас на порту зеленый, правда? У нас забор на зеленый, коричневый. Вот, знаете, с тремя накрасами, видите? Количество большое. Вот, купили мы сетку подворота. Смотрите, какие ножницы. Видите, сколько им лет, они служат и служат. Портновские. Портновские. Тянь внизу, там, чтобы не лазовались. Кошки, собаки, мыши, все. Давай мне, пакет рассчитайся, пожалуйста, да, Санечка. Тут есть, видите, пластмассовые, железные, рабица, вот, всевозможная, тоже неплохая. Вот такая вот есть. Ну, дефицита ни в чем нету, вообще ни в чем. Все, что хочешь, все покупай. Вот что. А скажите, сколько вот этот кордовый шланг стоит? Ну, ну, вот этот вот диаметр, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Именно такой? Да, да, с этим. 60 гривен. 60. Саня, смотри, какой шланг, это надо будет таким нам купить. Это же вот этот кордовый, да, в середине, да? Вот это хороший. Вот это хороший. Да, вот это нам такие, потому что мы купили, выкинули гроши, и теперь, ну, вот такого черного. есть и такой вот. Такой у нас был. Такой все, он не годится. Гранты его. Три года. И напор не большой. Так сколько метр такого стоит, вы сказали? 60? Да. Вот она воду. То есть, а вы кровь понедельника торгуете, да? Спасибо большое. Вот она такая купица, а он будет у нас долгий, как вот такой. А это все. Вот, смотрите, вот это у нас вот такой, он не годится. Видите, что он такой? А надо вот такой, маслостойкий. Кинул его, не мороза, ничего не боится он. Да, 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 да. Хороший шланг. Так, все, поехали теперь. Сейчас поехали туда наверх в парк мира съездим. Про эту самую эту точку. Проволочкой он прикрутует, да? Да, конечно, что не нужно. Аккуратнее. Ну да, потому что невозможно. Вчера мы сидели, ели чебуреки вечером, то там насчитали шесть котов. То есть, семьями уже, прямо семьями к нам приходят. Субтитры сделал DimaTorzok